Не просто приходится в суровых погодных условиях и обитателям Беловежской пущи, зимой, в морозные дни и без помощи человека, зубры выходят за пределы заповедника в поисках корма. Как относятся к нежданным гостям, жители ближайших деревень и что ищут лесные звери на белорусских полях, узнала Виктория Патония. Пущанские исполины на этих полях гости частые. Олег Бурак говорит, спугнуть зверя получается ненадолго. Посигналит через час зубры вновь на угодьях. Из заповедного леса они выходят, чтобы полакомиться свежими ростками озимых и остатками свеклы. Если 5% рапса пострадает, то есть недополучимый урожай, наверное, не больше. Я сказал бы, допустим, набеги кабанов уже в весенний-летний период на пшеницу, они, допустим, наносят более весомый ущерб для хозяйства, чем зубры, которые посещают нас в это время. Близи деревни Каленковичи нередко можно увидеть олени, косу, лисы, даже волка. Но к такому соседству местные жители уже привыкли. Ходят близко, прямо под саму ферму. Они там кормятся, потому что там озимые посеянные. И они по этому зелененькому ходят. Отдыхают часто. Стадо большое, там больше 40 голов. Последняя зубрица в Беловежской пуще была убита в начале 20 века. Благодаря колоссальной работе в заповедном лесу удалось восстановить численность пущанского буйвола. Популяция зубра на белорусской стороне Беловежской пуще занимает второе место по численности в мире. После Польши. По последним данным учета, здесь обитает около полутысячи исполинов. Специалисты говорят, без помощи человека этим животным зимой выжить трудно. Поэтому на территории национального парка оборудованы специальные подкормочные площадки. В рационе зерно, сено, комбикорм с витаминами. Но по словам ученых, если уже этот краснокнижник знает лакомые места, отвадить его сложно. К тому же оптимальное количество особей в пуще превышает норму. Часть животных приходит в места, где их подкармливает. Но часть, и в последнее время их где-то уже процентов 50, выходит за пределы пущи на поля. Но дело в том, что там больше подростка и подлеска. Пущи его мало. Он нет, кроме того, что там находят еще подлежный корм, они дополнительно питаются древесно-веточными кормами. Выходят зубры к людям из польской стороны Беловежской пуще. Исполин чувствует себя хозяином не только заповедного леса, но и ближайших деревень. Сокращать дистанцию зверя заставляет голод. Да и против природы высокий забор не установишь. Это прекрасно понимают сотрудники парка и местные жители. Главное, говорят, следовать принципу добрососедства. Виктория Патония, Сергей Лушников, агентстватель новостей, Каменецкий район.